Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этом видеоролике мы с вами поговорим о Xbox Series спустя 3 месяца. Расскажу о том, какие ощущения от Nexgen, какие проблемы я испытал при использовании данной консоли и обо всем остальном. Но сразу скажу, если вдруг мои ощущения не совпадут с вашими, то напишите просто свое в комментариях. Также советую видос смотреть до конца, поскольку он многим может показаться неоднозначным. Но прежде чем я начну, ловите промокодик на VK Combo, который вам даст бесплатный доступ к данной подписке на 1 месяц. Если что, в подписку входит прослушивание музыки ВКонтакте без ограничений, 16 гигабайт в облаке Майл, ну и еще всякие скидки по типу Деливери и Макдональдса. Если что, промокод сработает только для новых аккаунтов и ссылку на активацию я оставлю в закрепленном комментарии, поэтому переходи, забирай пока халяву и давайте начнем. Как вы все знаете, Xbox Series я приобрел 10 ноября, прям детально помню этот день, поскольку я его долго ждал. Прошло уже с этого момента практически 3 месяца и если честно, от всего этого Nexgen у меня какие-то смешанные чувства. Я думаю, что не у меня одного и сейчас я расскажу почему. Я по сути тот человек, который активно играл в 6, 7, 8 поколение консолей и когда я покупал новую приставку, это всегда было что-то новое, инновационное, что-то интересное. В общем, консоли до 9 поколения, на мой взгляд, были неким игровым прорывом. Кто-то удивлял возможностями, кто-то играми и всегда был такой вау-эффект, который не прекращался долгое время. Что касаемо Xbox Series, вау-эффект, наверное, был чисто как от устройства, то есть коробка, железки, вот этот вот дизайн и тому подобное, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Очень понравилось, что Xbox шустро работает, быстро включается, быстро включается, иногда поражает функция Quick Resume. Бывают моменты, когда ты играешь в ту или иную игру, потом выключаешь, забываешь про эту игру, тысячу раз перегружаешь консоль, вот, потом ты к этой игре возвращаешься и она, по сути, включается с того момента, с которого ты закончил играть. Какой-то надобности в этой функции я, если честно, для себя не нашел, но видеть это иногда прикольно, типа, вау, она еще не закрылась? Если что, данная функция работает иногда так, как я описал, а иногда не работает вообще и не во всех играх. Также порадовали очень быстрые загрузки, просто грузится все моментально, ничего не ждешь, просто начинаешь играть, единственное, вот эти вот быстрые загрузки, они не имеют смысла в мультиплеере, поскольку ты все равно ждешь других игроков, которые имеют другие консоли и тому подобное. И тут, пожалуй, весь эффект вау от Next Gen у меня закончился. Напомню, что я был очень активным пользователем Xbox One, также его купил с первых дней в России, и если сравнивать, наверное, 3 месяца использования консоли Xbox One с консолью Xbox Series, то хочу сказать, что больше радости мне принес, наверное, Xbox One, нежели Xbox Series. Это, в принципе, легко объясняется, потому что на Xbox One были новые игры, были новые возможности по типу Снепа, новой системы, Кинекта, но больше все-таки удивляли игры, поскольку ради них я и покупаю новую консоль. Просто вспоминаю, там год 2015-2016, и там было ну столько игр, что просто не хватало времени во все поиграть, вот реально ты просто метался вокруг игр, типа, блин, в какую мне сегодня поиграть. Пользуясь Xbox Series, каких-то новых игр, Next Gen игр, которые бы использовались в мощи консоли, пока нет, и вау-эффекты соответственно. Я сначала думал, что трассировка даст вот этот эффект, но оказалось, что трассировка такая себе, если она даже есть в играх, это не означает, что будет реальный вау-эффект, она реально такая себе. Также хотелось бы отметить, что мощь консоли стала во много раз больше, но каких-то, опять же, графических возможностей, каких-то вау-эффекта именно от графика пока еще не было, к сожалению. Да, 4К и 120 фпс это круто, но какого-то вау-эффекта, к сожалению, мне это, опять же, не дало. Я сейчас играю на Full HD и 60 фпс, и в принципе доволен как слон. Кстати, забавный факт, моему брату, с которым мы играем в UFC, он не сильно играет в игры, как бы, ну, он просто поигрывает, ему как раз-таки разрешение и кадры в секунду капец как были нужны, и в принципе он от этого тащится. Ну, понимаете, два разных человека, два разных мнения. И из-за этого всего от консоли у меня сложилось такое впечатление, что это не Next Gen, а просто очередной апгрейд, тот же самый Xbox One, но с более крутым железом, чем у Xbox One X. И это все из-за того, что, по сути, грань между поколениями очень и очень маленькая, везде одни и те же игры, практически одна и та же система, и поэтому, в принципе, Next Gen пока не ощущается. Многие могут сказать, ну, просто вот такое время, если что, есть много купленных студий, я тоже верю, что все будет хорошо, но в ближайший год, исходя из списка, что нас ожидает на Xbox, я, к сожалению, ничего не жду. Просто, к примеру, возьмите список игр на Xbox на 2021 год. Вот, к примеру, новость. 30 эксклюзивных игр, цифра большая, заголовок грандиозный, но посмотрите, какие это игры. Да, опять же, все на вкус и цвет, но лично я не понимаю, зачем нужно было новое поколение, такая мощь, если сами игры чуть ли не для мобилок. Сейчас это, из что не рофл, реально скрины некоторых будущих проектов, и просто реально знакомьтесь детально с каждой игрой из списка, и вы поймете, что каких-то крупных игр, которыми всегда славился Xbox, к сожалению, сейчас очень и очень мало. Да, есть слухи, что что-то там будет, но пока про это вообще ничего не известно. Forza, Fable, Geary, Hellblade и так далее, это, конечно, все здорово, но пока фиг знает, когда это все выйдет, и думаю, что многие из этих игр не выйдут даже в 2022 году. И самое главное, нужно еще посмотреть, какими они выйдут, потому что если посмотреть на Halo Infinite, то там фиг знает, что творится, хотя эта игра должна была выйти на старте и продать нам консоль Xbox Series, если что. На мой взгляд, проблемы в контенте сейчас исходят из того, что команда Xbox стала на очень крутую стратегию для новичков, не для геймеров со стажем, поскольку сейчас они берут, наверное, не качеством, а разнообразием и количеством. И, по сути, сейчас Xbox превратился в такое устройство, в такую систему, которая поразит буквально любого новичка. 600 рублей в месяц, куча игр, доступная цена, фри-то-плей в бесплатных играх скоро ведут, и что еще нужно? Если бы у меня не было Xbox, был бы слабый ПК, не было бы какой-то консоли, и у меня был выбор, что купить, то Xbox Series в этом плане, он просто идеален. Ну, за исключением, если вас не тянет на ExoSony. Просто тогда, когда ты далек был даже от Xbox One, купив Xbox Series, он реально может показаться Next Gen'ом. И поэтому, с этой точки зрения, Xbox реально крутая консоль, поскольку у тебя за копейки открывается куча возможностей, играй не хочу. Но проблема в том, что данная стратегия в большинстве случаев работает именно на новичков, для тех, кто играл малый или не играл вообще. Для таких, как я, который активно играл все поколения, наверное, все, что сейчас делается, это не особо удивляет, поскольку даже тот же Xbox One, он задал капец какую планку. Несмотря на то, что данная консоль была по общим параметрам слабой, она была самой интересной, а самое главное, на ней были крутые игры. Rise, Dead Racing, Sunset Overdrive, Halo, Geekly, Forza и тому подобные игры. И если какие-то игры вышли не на старте, со временем мы хотя бы получали о них какую-то информацию, то есть мы знали, чего ожидать. Тут же про новые игры мы практически ничего не знаем. Ну, вспомните Hellblade, ее анонсировали, по-моему, тогда, когда анонсировали Xbox Series, и в итоге просто тишина. И, к сожалению, количество AAA-проектов на данный момент не такое большое, хотелось бы больше. Сейчас, прошу заметить, кучу студий, намного больше, чем тогда, кучу каких-то фанатских теорий о том, что будет хорошо, но по факту мы сейчас получили Call of DC, про который, скорее всего, мало кто знает, Bright Memory, который, мне кажется, никто и не купил, и Medium, которых многих оставил равнодушных. Тут, кстати, очень интересная и неоднозначная тема с такими вот играми. Теперь я попрошу вас выслушать прям очень внимательно. Берем игру Medium, которая вышла недавно, и если что, она с даты выхода была доступна в Xbox Game Pass. Так как она доступна в Xbox Game Pass, много кто в нее поиграл, и многим она понравилась. Прям хвалят норм игрушка, типа, на X-Gen, но я прошел, она потрясающая и тому подобное. Но хочу обратить ваше внимание, что данная игра досталась многим по подписке. И теперь просто вдумайтесь, а кто-то купил ее за 50 баксов и купил бы? Тут очень спорно, согласитесь. Ни в коем случае не говорю покупать эту игру, несмотря на то, что она есть по подписке. Нет. Просто прошу вас оценить за ту ее стоимость, за которую она продается. Именно за 50 баксов. Поскольку, когда игра покупается за полную стоимость, к ней и другое отношение. И поверьте мне на слово, если бы эта игра была недоступна по подписке, и все бы купили ее за 50 баксов, как Next-Gen игру, как эксклюзив для Xbox Series, то отношение к ней, капец, как поменялось бы. И шумихи насчет оптимизации, насчет самой игры в целом, было бы намного больше. И ее, скорее всего, капец, как обосрали бы. Не говорю, что игра плохая, на вкус и цвет. Но дело в том, что вот такая система халявы в подписке, она немножко ломает систему оценки игры от игроков. И появляется такая логика. По подписке клевая, Next-Gen игра, всем советую, классно. Но вот за 50 баксов я бы ее не купил, sorry. Если сопоставить два этих ответа, кстати, такие ответы у многих, то получается, что в итоге игра такая себе. Опять же, система подписки Xbox Game Pass, она просто замечательная, поскольку там доступны и старые, и новые игры. Но я очень боюсь, что со временем подписка Xbox Game Pass будет брать количеством, а не качеством. И качество эксклюзивных игр Xbox немного снизится. Поскольку те, кто не особо играл в Xbox, те, кто только пришли в игровую индустрию, они будут это хвалить. Они же смотрят на отзывы, и, соответственно, мы будем дальше получать вот такие вот низкосортные проекты. Но опять же, я очень надеюсь, что это не произойдет. И нормальные эксклюзивы, они, по сути, уже на подходе. Многие в этом моменте могут со мной не согласиться. Ваше право, просто напишите свою точку зрения в комментариях, потому что интересно почитать альтернативу, ну а также подискутировать. Но на самом деле, это проблема не только Xbox, а, наверное, всей индустрии в целом. Поскольку вы не заметили, что особо ничего не обсуждается про новые консоли, каких-то новых игр не анонсится, и как-то все очень странно и тихо. Просто, опять же, если вспоминать тот же промежуток времени Xbox One, там просто был кипиш, что вот все хотели консоли, все это обсуждали, все было круто, а сейчас вот какая-то реальная тишина. Единственное, что спасает новое поколение Xbox Series в частности, это просто легендарные, считая, функции, так это функция обратной совместимости. Это реально спасение, поскольку, если бы не было бы данной функции, да, то, по сути, новые консоли просто пылились, потому что новых каких-то играх действительно очень мало. И, в принципе, это факт, поскольку многие, в том числе и я, на новых консолях играют в старые игры. Я, к примеру, перепрохожу джедаев, играю в Гири, Форзу, Фортнайт и тому подобные игры. Да, вот такое вот странное у нас девятое поколение, Next Gen. Что касаемо проблемы с консолью, то, наверное, у меня их было всего лишь две. Первая проблема, она была с трассировкой лучей в колде, и что это была всеобщая проблема до какого-то обновления, если ты играл в колду с включенной трассировкой лучей, которая вообще незаметна, то она просто вырубала консоль. После этого случая я посчитал о проблеме в интернете, она действительно была, ее потом пофиксили, насколько я помню, но мне очень повезло, поскольку у какого-то парня после такой проблемы Xbox просто не включился. Но мой живет, хотя его вырубило 9 раз. Вторая проблема была с контроллером, она была прямо на стриме, я хотел поменять батарейки, поскольку они разрядились, выключил геймпад, и Xbox не понял, что я выключил геймпад. В итоге, когда я поменял батарейки, захотел подключить геймпад, он у меня просто не видел ни один геймпад. И единственное, что мне помогло, так это просто полная перезагрузка именно с выключением из розетки. Тогда все было нормально, и по сути это вот две единственных проблемы. Каких-то других побочных эффектов, пожалуй, не было. Единственное, я неделю назад первый раз его услышал в работе. Видимо, Xbox было тяжело, или было много открытой игр на фоне, но, короче, шум из него шел больше, чем обычно. Прям так... Но опять же, это было разумно. По большему счету он работает бесшумно, если что, он стоит у меня прямо за монитором, практически очень близко, и я его, по большему счету, вообще не слышу. В остальном, Xbox Series меня полностью устроил, работает опять же шустро, геймпад вроде пока держится, система одна и та же, библиотека игры одна и та же, и единственный осадочек остался опять же от странности поколений в общем. Вроде бы консоль мощная, а игры пока бы эту мощь не завезли. И какого-то большого смысла гнаться за новым поколением, когда нету новых игр, я пока не увидел. И на мой взгляд, консоли превратились в некие ПК, в некие смартфоны, тогда, когда выходит новая модель, она шустрее, новее, но какой-то новизны она, к сожалению, уже не приносит. И я думаю, что это продолжится, поскольку все равно это приносит большую прибыль. Как итог могу сказать, что Xbox Series это клевая консоль, но с точки зрения контента пока не густо. Но это мне кажется везде так. Как консоль для новичка, для тех, кто вообще никогда не играл или играл очень мало, консоль ну просто будет идеально. Ну а для тех, у кого был уже Xbox One, наверное, вау-эффект вы получите лишь от повышенных показателей производительности. И, пожалуй, все. В общем, включаем режим ожидания чего-то годного, и пока продолжаем играть в старые игры. Тем, кто NextZen пока еще не купил, советую не расстраиваться, поскольку кроме таких себе игр и повышенных показателей производительности, вы, по сути, ничего не потеряли. На этом, в принципе, все. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Если вдруг видос понравился, ставь лайк, подписывайся на канал. И большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч.